В Сейме собрались поговорить, почему в Латвии мало людей, о большой демографической проблеме нашей небольшой страны. С момента присоединения к Европейскому Союзу в мае 2004 года Латвия потеряла пятую часть своего населения. Минус 600 тысяч трудоспособного населения за 30 лет. Хорошо, конечно, что депутаты в Сейме думают об этой проблеме. Со смешанным чувством я узнала, что депутаты хотят ежегодно заслушивать отчет от Министерства благосостояния о проделанной работе. Глава Комиссии Сейма по долгосрочному развитию потребовал, чтобы Министерство благосостояния обеспечило демографический рост и ежегодно отчитывалось перед Комиссией, как они этот демографический рост реализуют. С фонариками у кровати стоять, что ли? Но если серьезно подойти к решению этого вопроса, то надо признать, что рост населения Латвии зависит не от желания депутатов или действий именно Министерства благосостояния, а от многих факторов. Таких как экономика, перспективы будущего в Латвии, материальное благополучие семьи, от ценности семьи в обществе, от культуры и религии. Единственная страна в современном мире, которой удалось остановить демографический спад – это Израиль. Три ребенка и более в семье – там это норма. Много факторов сработало, но, наверное, главный фактор – это социальная защищенность простых израильтян. Уверенность в том, что в любой жизненной ситуации общество и государство придет на помощь и поможет семьями с детьми в решении насущных проблем. У наших людей такой уверенности нет. Поэтому, чтобы не диктовали министры и депутаты, надо сначала начинать с изменения отношения власти к народу, а потом уже выставлять друг другу какие-то реальные и нереальные требования. Второе, что должна делать небольшая страна – это открываться навстречу неизбежным процессам глобализации. Сохранность языка и культуры маленькой страны – это хорошо и важно, но при уменьшающемся количестве населения ни язык, ни культура, ни народ спастись не могут. Сейчас уже ситуация такова, что либо в Латвию приедет 100 тысяч трудовых мигрантов до 2030 года, не из стран Евросоюза, либо придется увеличивать пенсионный возраст. И этот приток рабочей силы должен случиться в ближайшие 7 лет. Такова экономическая неизбежность. Это говорит Эдгарс Вольскис, доктор экономических наук, эксперт по вопросам пенсионной системы. Если сейчас пенсионеров 400 тысяч, то через 7 лет их будет 600 тысяч. И работающих людей будет пропорционально меньше. Это означает, что тех работающих людей, которые будут работать для содержания всех пенсионеров, просто не хватит. А приезжих нужно интегрировать. Для этого нужно срочно создавать действенные методики обучения латышскому языку, а не то, что сейчас применяется. Нужно разрешить преподавать хотя бы в частных школах на востребованных языках, включая русский. Для обустройства комфортного будущего Латвии надо срочно начинать смотреть дальше своего носа и отказаться от оголтелого национализма. Смогут ли правящие Латвии переключиться на конструктив и спасти страну? Время покажет.